Для Кости Соколова уже стала традицией. Каждую пятницу приходить на встречи клуба «Возьмемся за руки, друзья». Мальчик посещает множество кружков и учреждений дополнительного образования. Но именно здесь он чувствует себя наиболее комфортно. Ведь вокруг такие же, как и он, люди с особенностями развития. Всегда и везде его сопровождает мама Светлана, которая рада, что видно появилось это место. Здесь проходит много интересных мероприятий. Всевозможные чаепития, где детки обсуждают разные моменты, поддерживают друг друга, общаются и рисуют, лепят. То есть ребенок с превеликим удовольствием туда ходит. Клуб «Возьмемся за руки, друзья» был создан в декабре 2015 года. Мамой одного из таких особенных подростков Елены Толстокоровой. На базе Центра «Вера» она пытается интегрировать подростков и взрослых от 16 до 35 лет в современное общество. Дать им возможность полноценно жить, общаться, делиться радостями и горестями, учиться новому, заниматься спортом. Юля, поделись своими впечатлениями о сегодняшней тренировке. Я спортом занимаюсь, спортом, йогой занимаюсь, каждый день занимаюсь, ходим, каждый день. Мне она очень нравится, я люблю заниматься спортом, люблю бегать. В те дни, когда встречи у ребят проходят в стенах Центра «Вера», они рисуют. По мнению создателя клуба, арт-терапия помогает людям с особенностями развития социализироваться, мягко и эффективно раскрывать потенциал такого человека. В прошлом году с проектом «Клуб «Возьмемся за руки, друзья»» Елена участвовала в премии губернатора «Нашу Подмосковье». Тогда она заняла третье место и на выигранные средства приобрела много полезного для развития своих подопечных. На этот раз женщина настроена на победу, чтобы иметь еще больше возможностей продолжать благое дело. Нам нужны профессиональный тренер-реабилитолог, потому что приходят дети ДЦП, которые сложного порядка. И также я хочу покупать специальное оборудование. И нужны гранды и так далее. Этим я сейчас занимаюсь. И плюс я хочу в бассейне открыть дорожку. Директор согласен в нашем «Дельфине». Он дает одну дорожку, потому что там до 18 лет плавают. Наши многие дети после 18 лет. В планах у Елены вместе с ребятами участвовать в районных, а даже может и областных, спортивных соревнованиях для людей с ограниченными возможностями. И кто знает, может кто-то в будущем станет участником Паралимпийских игр. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.